Здравствуйте, уважаемые друзья и дорогие коллеги! Мы с вами снова на канале Психфан ТВ, который всегда на вашей стороне. И благодаря нашему новому девизу мы начинаем все активнее рассказывать о достоинствах и недостатках препаратов. Сегодня мы сравниваем разные группы антидепрессантов. Итак, вы знаете, что мы впервые, именно мы, выступили с новой идеей о том, как правильно классифицировать антидепрессанты. То есть мы классифицируем антидепрессанты по тому, как они действуют на три типа нейронов, основных типа нейронов, которые страдают при депрессиях. Это серотониновые, норадреналиновые, дофаминовые. Вы видите стрелочка вниз, которая говорит о том, что падает активность этих нейронов. В противоположности этому антидепрессанты повышают активность нейрона, поэтому вы видите стрелочка вверх. И вы видите буквы С, Н, вот эти буквы означают, на какие нейроны преимущественно действуют антидепрессанты, повышая активность. Ну, вы видите, антидепрессанты тройного действия могут действовать на серотониновые, норадреналиновые, дофаминовые нейроны с разной эффективностью. Так вот, конечно же, при такой классификации обмануть кого-либо трудно. Потому что ясно, что если вы применяете СНД препарат, предположим, С, Н и Д большое, то это не совсем то, если вы будете применять препарат СНД, и причем буковки будут мало, и уж тем более С-антидепрессант. Но надо вам сказать, что вот этой классификацией никто не пользуется, а пользуется другой классификацией антидепрессантов, и там антидепрессанты делятся на группы по произвольному признаку. Ну, например, селективный ингибитор обратного захвата серотонина, название, которое указывает на том, что эти антидепрессанты действуют преимущественно на обмен серотонина. Селективный ингибитор обратного захвата серотонин и норадреналина преимущественно действует на обмен серотонин и норадреналин. Трициклические антидепрессанты. Это старинное химическое название препаратов по той причине, что эти препараты, первые из этих препаратов, имели трициклическую, так называемую, структуру молекулы. И вот, когда надо сравнивать эффективность, то возникает целый ряд проблем. Вот этого ряда проблем можно избежать, если использовать наши с вами формулы антидепрессантов. Но очень трудно избежать, если говорить о группе в целом. Почему? Но обратите, пожалуйста, внимание, например, группа СЕЗСН, то есть селективный ингибитор обратного захвата серотонина и норадреналина. Вы видите, что там сконцентрировались самые разные препараты с разной формулой. И если мы будем пытаться эту группу сравнить, например, с группой ТЦА, то там ведь тоже совершенно разные препараты. Поэтому результаты получатся довольно странные. И результаты действительно получаются довольно странные в сравнении. Говорят о том, что все антидепрессанты примерно равны по эффективности даже СЕЗС и С-антидепрессанты. Но правда, у них множество всяких дополнительных свойств. Конечно же, это все не отменяет сравнение по нашей формуле, которой мы все время проповедуем. Действие С-антидепрессантов на трехглавого дракона. Срубается одна голова, С-голова. Некоторые ТЦА, которые посильнее, у них есть шанс срубить три головы. Казалось бы, вот все то, о чем мы говорим, легко проверить. Но давайте проверим нашу гипотезу о том, что у каждого антидепрессанта может быть своя формула, своя индивидуальная формула, которая указывает на то, как он действует на нейроны. Ведь это очень легко сравнить антидепрессанты по эффективности. Взять, например, амитрептилин и сравнить его, например, с каким-нибудь эффективным гибитором обратного захвата теротонина. Ну, предположим, с флуоксетином. Но где взять на это деньги? Дело в том, что фармацевтические компании являются основными спонсорами различных исследований, которые производятся в медицине. Они дают львиную долю денег. А кому нужен, например, препарат амитрептилин? Кому придет в голову доказывать, что этот старый антидепрессант примерно по эффективности превосходит селективные гибиторы обратного захвата серотонина? Поэтому людей, которые пользуются этими препаратами, конечно, и пользуются вместо формул препаратов, о которых мы рассказываем, пользуются названиями групп. Их, конечно, терзают только смутные сомнения о том, что селективные гибиторы обратного захвата серотонина являются слабыми антидепрессантами. Но сослаться ни на что, ни на какую доказательную медицину они не могут, потому что такие исследования просто не проводятся. Ну, конечно же, это не отменяет наш рассказ о том, что трициклические антидепрессанты хуже переносятся. Пожалуйста, наша классификация антидепрессантов по переносимости категориям, она вполне применима в данном случае. Наглядно видно, что трициклические антидепрессанты переносятся хуже, чем селективные гибиторы обратного захвата серотонин. Вот самое интересное, что вот эта ситуация, когда используется название групп, вместо того, чтобы использовать четкие названия формулы антидепрессантов, приводит к появлению новых легенд. Вот на глазах у нас появилась новая легенда о том, что селективные гибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина это лучшее сочетание переносимости и безопасности. Ну, действительно, трициклические антидепрессанты только подозревают, что они эффективнее, чем СИАЗС. Вот трициклические антидепрессанты плохо переносятся, селективные гибиторы обратного захвата серотонина подозревают, что они неэффективны, но доказать, опять же, ничего не могут. Но зато появляется новая легенда, которую тоже трудно доказать, что селективные гибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина являются лучшими антидепрессантами. В общем, кругом обман, уйду в туман, но этот туман возникает только потому, что вместо четких названий препарата, который указывает на то, как он действует на нейроны, используют обобщенные названия групп, которые, в общем, к сожалению, очень слабо респондируют о том, что из себя представляет тот или иной препарат. Спасибо вам за внимание. Слушайте, пожалуйста, Психфарм ТВ, становитесь нашими спонсорами, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. Хотите отблагодарить за наш сегодняшний ролик, вы найдете в описании ролика реквизита счета. До новых встреч!